Девушки отдыхают Поехали, поехали. Ребята, предоставьте это мне. Полагаю, убийство не состоялось. Что это? Тогда придётся нам. Он щёлкнул пальцами и каждый из них достал по два кинжала. Вы слышите приглушённые звуки снаружи. Кажется, что через лес прибывает всё больше людей. Ты узнаёшь своего старшего брата, Фрэнсиса и Игнатиуса Блейдсонга. Чё как, Фип? Да, да, я сказал, что жду этого. Что это? Что? Боб? Как дела, дружище? Здорово, приятель. Чё как? Всё путём. Входит в комнату и ты такой... Эй, иди сюда, приятель. Как дела? Вот ебучий. Ты только посмотри на этого урода, а? Вы все замечаете парня, очень похожего на него, но полностью залитого кровью. И, судя по ранее сказанному, медвежьими кишками. Ты был занят? Да, приятель. Медведь напал на нас в лесу. Срываются они просто охуительно. Эти сукины такие... Ааа, это медведь. Я такой, это медведь. Бум. Да, точно. Я не видел тебя много лет. Как ты... не знал, что ты в этой части света? О, да. Приятель, приятель, я был занят. Я был занят. На днях взорвал волка. Ты когда-нибудь взрывал волка? Да, было дело. Жаль только что мелкого. Пришлось постараться, чтобы залезть. Постараться стоит холмовым великанам. А, да. Забудь о сраном волке. Я взорвал холмового великана. Холмовой гигант. Пиздёж. Пиздёж. Заняло время. Заняло время. Не второе время снаружи. Это мой младший брат. Эй, как дела? Вы зачем кинжал достали? Ааа, мистер Джи, убери. Давайте возьмём пиво, лады? А, норм, чувак, норм. Слушай, Фип, может ты сможешь нам помочь? На меня тут небольшое убийство заказали. Ааа, хорош. О, кстати, это мои, наверное, стоит сказать, друзья. А, да, вот эти, вот эти. Они норм, они норм. А, ты тот самый верховный чародей, да? Раньше был, сейчас уже нет. Он немного дерьмов. На всякий случай скажу, я не самозванец. Я настоящий верховный чародей. Да, это правда. А, теперь я думаю, что ты самозванец. Да, 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 я знаю. Я знаю, что пытаться убедить тебя в этом. Контуринтуитивно. Парень за столом говорит. Прости, Фип, твой брат? А, да, дружище, мистер Джи, это мой брат. Никаких проблем, тут никаких проблем. Можете опустить оружие, все в порядке. Давайте, ребята. Хорошо, окей. Все прошло более гладко, чем я ожидал. Но у меня есть вопрос. Вы и ваши друзья, это вы сделали эти плакаты? Про розыск? Нет, это законная штука. Ясно. Я думаю... Вероятно, наш благодетель, поняв, что убийство не состоялось, прибег к другим средствам. Вы сильно привязаны к своему благодетелю? Только деньги? Ну, как только я снова стану верховным чародеем, я могу сделать гильзию воров более официальной организацией, скажем так. Звучит как налоги и бумажная волокита, я не уверен. Без налогов и бумажной волокиты? Могу я подсластить сделать? Тоже сказать, я не думаю, что воры хотят быть такими официальными. Или сделать их менее официальными? Проблема, с которой я столкнулся в том, что нам заплатили за работу, и эта работа требует, чтобы вы были мертвы. У меня есть пять золотых. Так что, если вы можете заплатить мне больше, чем заплатил наш благодетель, тогда... А сколько он заплатил? Я не имею права разглашать. Это усложняет ситуацию, не так ли? Но, гипотетически, если бы вы заплатили мне, скажем, две тысячи золотых... Я могу... Я могу обо всём забыть? Могу я просто продемонстрировать вам, с кем бы вы боролись. Безрассудная ярость. Поехали. Да! Не стоит с ним связываться! Запугивание! Запугивание! Вам не стоит! Один! Вы не хотите чистую... Это было один? Нет, это было семь. Я дам преимущество, потому что ты внезапно впал в безрассудную ярость. Не стоит с ним связываться! Двенадцать плюс, не знаю... Какое запугивание? Запугивание четыре. Значит шестнадцать. Ты запугиваешь всех или парня за столом? Эээ... Всех! Всех! Вам лучше быть осторожнее! Вы видите, что те, кто убрали свои кинжалы, снова их вытащили, готовые к бою. Это... Это сработало? Вы чувствуете? Ты чувствуешь коготь на своём плече, оборачиваешься и смотришь... Смотришь прямо в большой зелёный глаз этого существа у двери. Мне нужно, чтобы ты сделал спасбросок телосложения, пожалуйста. Чёрт возьми! Мы только собирались обговорить наше возвращение, и Бошер такой... Точно! Ура! Шестнадцать! Шестнадцать? Хорошо. Думаю, ты прошёл так, что получишь только половину. Эээ... Хорошо. Только половину? Только половину чего? Урона. А! Получишь половину. Чтоб тебе, Боджер! Погоди, мне же не придётся драться с братом. Нет, он точно будет сражаться с братом. Я... Я просто даю вам понять, с чем вы имеете дело. Просто даю понять. Просто даю понять. Ты стал лорать на них с секирой наперевес. Небольшая демонстрация. Ты чувствуешь себя, как и когда ты увял. Но на этот раз это не дым, это что-то внутри. Ты видишь, как глаз пристально смотрит в твою душу, и чувствуешь, как твои мышцы начинают усыхать. Ты получаешь девять очков некротического урона. О, боже! А! О! О, боже! У тебя там двадцать или сколько? А теперь у тебя? И теперь у тебя вроде как одиннадцать. Итак, вы видите, как он начинает. А затем он смотрит на эту штуку и говорит. И он остаётся там, с выпущенными когтями, готовый к тому, что вы начнёте... А, я жалею, что сделал это. Простите, не знал, блядь. Да, может, да, хорошо, мы выслушаем, что вы скажете. А что ты там говорил? Остальные... Я, я, я прислоняюсь к столу, к мистеру Джи такой. Знаете что? Это было невероятно основательно. Спасибо, что сделали это, кто-то должен был успокоить его. Я использую верёвку для лазаня по... Пробуешь? Я собираюсь её... Спорт! ...завязать. Эй, это может сработать. У тебя есть ещё один слот для закананий? Ну, не знаю. Вы много использовали в битве с холмовым великаном. Да, это правда. А потом я разрешил ещё один, так что будем считать, что слоты закончились. Хорошо. Поэтому я просто кричу ему, спать, типа, спи, Боджер, спи. Спи, Боджер. Спи, спи, приятель, ложись спать. Почему ты подмигиваешь? Почему ты подмигиваешь? Да ёб твою мать, спи! А, о, 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 я очень хочу спать. Да, вот видите, это моя макия. Это какое-то заклинание. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, как же хочется спать. А, я сейчас сплю. А вот теперь я точно использую верёвку для лазани. И Боджер засыпает. Хорошо, я уступил его. Он не сопротивляется, когда ты его связываешь. Я связываю тебя верёвкой прямо сейчас. Я такой, всё под контролем, ребят, я использую магическую верёвку. Магическую. Всё путём. Чтобы убедиться, что этот персонаж полностью под нашим контролем, я использую волшебную верёвку. Да. Вау! Столько волшебства, да, это всё. Как он это делает? Как же? О, чёрт, я засыпаю. Полностью больше не проблема. Да, больше не в ярости, всё в порядке. Позвольте мне за него извиниться. Я тоже облокотился на стол и тоже прошу прощения. Да, мы извиняемся за старикабошек. Становится немного безрассудно. Мы в затруднительном положении, у нас нет двух тысяч золотых. Дело в том, что... Сколько у нас есть? У меня пять, а у вас сколько? У меня шестьдесят семь. У меня тоже пять, ну скажем так. Так что если мы положим пять плюс пять плюс шестьдесят семь, я думаю, это около двух тысяч, да, примерно? Округляется до ближайших двух тысяч. Мы округляем до ближайших двух тысяч, так нормально? Вот как работает математика. Кто-нибудь может сделать, типа, магическую штуку, похожую на две тысячи? А я делаю малую иллюзию. Ладно, эти деньги ты такой. Сначала сказал всем, что у тебя нет двух тысяч золотых, потом малая иллюзия и мешок золота. Погодите, есть. А, две тысячи? Нет, у нас есть две тысячи золотых. Они у меня здесь, прямо в рукаве. Это просто ПНГ солидного мешка золота, который не издает звуков. Он просто есть. И он такой... Я положу его на стол вот здесь. Как только мы уйдем, ты заберешь его. Как только ты его кладешь, я такой, дзынь-дзынь, делаю звуковой эффект. Вообще, я могу с этим повозиться и заставить произвести записанное сообщение, так что на самом деле это... Мы никогда не выберемся из гильдии воров, о боже. Сама иллюзия издает звук дзынь-дзынь, который я... Что? Что это было? Хорошо. Так, ты в качестве действия создаешь небольшую иллюзию мешка золотом. Ты в качестве действия подходишь и возишься с ней. Делаю так, чтобы она издавала звук дзынь-дзынь. Камушек, который ты кладешь в руку, чтобы он проигрывал дзынь-дзынь-дзынь-дзынь-дзынь. Хорошенький мешок золота для вас. Что? Не уверен, что это настоящее золото? Погодите минутку. Вот так. Он издает звук золотого мешка. Да, звучит. Мешок золота. О, звучит так, будто он полон золота. Примерно две тысячи, я бы сказал. Может быть, две тысячи. Я бы сказал две тысячи. Определенно точно. А потом кладете. Совсем как настоящий. Мешок золота, да. Я полагаю, мы закончили. Я тоже был катился на стол с Бобом. Мистер Джи говорит. Я... Меня... Меня забавляют ваши попытки, поэтому я не буду вас убивать. Я сделаю так. Я ценю это. Идеально. Я вижу у вас способности в разных сферах. Да, приятель, у нас полно способностей. Если вы можете сделать для меня работу, примерно через неделю, я откажусь от денег и убийства. Окей. Похоже, ваш друг может быть полезен, когда немного отдохнет. Ребят, ребят, я могу же проснуться? Не спи! О, это такое сильное заклинание. Это заклинание работает не так. Ты этого не знаешь, приятель. Спать! Он применяет его на гораздо более высоком уровне. Давайте узнаем, сработает ли оно. Сколько у тебя хп? Миллион. Двадцать один. После боя? Когда тебя выбили в ноль и вылечился? Ты был на единице! Ты был на единице! У меня был один, я подумал, что это должна быть ошибка, этого не может быть. У тебя один, так что ты точно спишь, ты ударился о землю. Вообще-то ты эльф, так что ты чувствуешь себя очень смутно. Тебя тянет к земле, но ты не воспримчен к магическому сну. Он просто хотел похвастаться. Слегка парализован. Ты такой, ты просто не знаешь это заклинание, пшхх, пытаешься усыпить меня, а? Позор, я эльф, я не могу спать. Но, похоже, могу быть парализован. Дерьмо. Мистер Джи будет очень сильным союзником. Да. Принять! Каково это, принимать квест? Очень хорошо! Да, после того, как вы двое потеряли способности выдавать квесты, вы практически превратились из NPC в PC. И выполняете квесты, а не раздаете их. Я как человек, который только что был стоматологом и был в отключке, но сейчас снова в сознании. Он выбрасывает руку. Так и серебристая перчатка появляется на его руке, а затем слетает и висит там. Затем появляется волшебная рука, а потом... А, боже! Как ты смеешь использовать против меня волшебную руку? Это моя фишка. А затем волшебная рука исчезает. И он теряет еще один хит-поинт. Еще одна очка урона, и он падает до нуля. И на этом рассказ о Бобе заканчивается. Спасибо Бене, что пришел. Мистер Жим, мы только что сражались с огромным холомовым великаном, а затем вернулись в Медолесе и тут же были вынуждены бежать сюда. У вас случайно нет ночлежки? Мы не предоставляем ночлег посторонним, но вы с легкостью можете выжить в лесу. Я могу поспать в углу? Может быть, сразу за дверью? Буквально разбить палатку. У вас есть спальники, так почему бы и нет? Так и сделаем. Итак, у вас есть практически неделя простоя до того момента, пока вы не понадобитесь ему для работы, так что... У нас одна неделя чила. Так, скажите мне, что вы делаете для повышения уровня в течение этой недели простоя? Я ловлю бабочек. Ловишь? Это медленный, но верный, медленный и безопасный способ. Да, гриндить бабочек. Да, гриндить опыт на бабочках. Ты гриндишь бабочек? Да, да. Можешь скинуть проверку на выживание, пожалуйста? Боже, бабочки отбиваются. Да, это то, насколько хорошо ты можешь выследить, где живут бабочки. 13 плюс... А, минус 1. 12. Вы получаете 7 очков урона бабочками. 12, 12 это достаточно, чтобы тебе удалось поймать приличное количество бабочек. Что ты берешь на 4 уровне? Я беру артистичный. Хорошо, и при чем же тут бабочки? Ну, я не знал, что это должно быть связано. Да, ты знаешь, как я спрашивал, как вы повышаете уровень? Ты сказал, бабочки. Я сказал, ладно, посмотрим, как он это свяжет творчески. Я начинаю подражать бабочки и изучать ее повадки. Он очень похож на бабочку. Он очень хороший актер, не так ли? Я всегда так говорил о Греге, да. Я видел, как он ходит, похоже... Иногда парни не видят меня в дикой природе, я просто такой... Это Грег или бабочка? Подождите, это Грег или бабочка? Он такой хороший актер. Когда он стал таким хорошим актером? Я лазаю по деревьям и такой... Посмотрите на этот огромный рой бабочек, которые приняли форму Грега. О, нет, это же Грег. Итак, Грег, у тебя черта артистичный, еще брось на новые хитпоинты. Хорошо. У артефактора это вроде Д8, дай-ка проверю. Хиты? Да, Д8. Два Д8. Бросай один. Шесть. Шесть неплохо, плюс модификатор телосложения. В итоге восемь хитов к максимуму. У тебя есть черта актера и все, что с ней связано. Что, по-твоему, делает Божжер во время недельного простоя? Так, я заметил, что меня не очень уважают мои товарищи. И я хочу учиться на Тамаду. Вы же знаете, что такое Тамада? Учился... Ты занимался на онлайн-курсах, пока мы в гильзе воров были? Да, я читал книги. Он подключился к Wi-Fi, паролит которого случайно оказался зеленый дракон с тройками и подчеркиванием. Я действительно изучаю мою способность. Ладно, итак, зрительный контакт. Проецируйте голос. Дикция. Корабли лавировали, лавировали, да не вы лавировали. Бра-ра. Бра. Так, окей. Вы не видели, но я изучал Шекспира и всякое такое. Просто хотел получить познание научиться говорить. И да, я практикуюсь говорить. В отличие от... Что было буквально одно из ваших реплик в одном из других эпизодов. Так что, да, я чувствую, что хочу быть более вдохновляющим лидером. Хорошо. Ты оттачиваешь внутреннего Шекспира, читаешь Шекспира, старину фэнтези Шекспира. С нетерпением жду услышать одну из таких речей. Быть или не быть. Вот в чём вопроса. Достойно ли души терпеть удары и щелчки обидчицы судьбы? Хорошо, мне нравится. Это был Шекспир? Ты взял черту, поодушевляющий лидер. Не существующий в Азериме. Можешь также бросить до 12. Но Wi-Fi существует. Wi-Fi существует. Нет, есть Барт, который ходит по миру Азерима. Он тролль, и он просто трясёт копьём. Он просто ходит и трясёт копьё. Позвольте мне рассказать вам историю! Люди называют его Спир Шейкер. Спир Шейкер. Билли Спир Шейкер. Поэт Рубака. Так, что мне делать? Брось дайс и добавь два. Когда я не трясу копьём? Д12? Да, Д12 и добавь два. Это твои новые хиты. 11 плюс 2. О, отлично. 13 хитов. Так, я тут подниму уровень. Подними уровень. И тебя спросят. Варвар, принять. И теперь... Выберите одну или две характеристики, которые хотите увеличить. Сам внизу написано черта. Выбрать черту? Да, затем выбери воодушевляющего лидера. Воодушевляющий лидер? Чем занимается Бородун? Итак, я... Теперь, когда ко мне постепенно возвращаются все мои магические способности, я выхожу в лес, окружающий грязную лигу, и я практикуюсь. Я практикуюсь в стрельбе огненными снарядами, стоя за деревом. Между тремя деревьями. Между ними стреляя. Стреляя между деревьями и всем таким. Ты разжигаешь много листых пожаров. Да, это абсолютно нормально. Хорошо, думаю, попробуй это. Давайте попробуем. Темнолесье уже не такое темное. Очень светлое. И находясь на природе, я чувствую себя более связанным с землей. Так что я получаю... Читаю свою книгу и все такое. Одно из заклинаний перестает двигаться, и ты начинаешь представлять себе образы рук, извергающихся из земли. Ты обучаешься земляной хватке. Земляной хватке Максимилиана. А в качестве черты беру меткие заклинания. А потом я вспоминаю. Вспоминаю, как Лиэтил выкачал из меня все мои силы. Я тогда был очень бдительным, и я понимаю, что должен был на первом уровне получить еще одну черту. Не таким уж и бдительным ты был, получается. Просто по какой-то причине не дал тебе его. И таким образом у меня также была... Также все это время была бдительность. Хорошо, ты чародей, у тебя Д6. Шесть! Шесть! О, да! Какой модификатор телосложения? Сложение плюс два. Еще восемь хитов, хорошо. Гораздо менее хрупкий, как твоя неделя. Ну, мы с Фибом. Ты с Фибом? Мы с Фибом давно не общались, так что мы просто идем и устраиваем хаос. Просто отрываемся по полной эту неделю. В скольких существ вы залезли? О, боже, во многих. Эту неделю я пью больше крови, чем воды. Вы вспоминаете о своей старшей сестре Присцилле, также известной как Пап, которая умерла от отравления алкоголем. Я представляю, как они вспоминают всякое. Один залез в одно существо, другое в другое. О, ты помнишь такого-то, такого-то? Да, ты вырветесь наружу. О, помнишь похороны Присциллы? Присцилла взорвалась, как фейерверк. Она была потрясающей. Мы все разом такие, бум! Нас было 13, все... Мы не насаживаем свинью на вертел, мы просто все вместе прыгаем в свинью. Теперь это твоя определяющая характеристика. Я уверен, что все началось с того, что он просто пытался убить... Он, он, он атаковал волка. Убил волка одним ударом. Ты потом сказал, я вскрываю ему брюхо. А ты сказал, залезешь в него, как люк в таунтауна. А ты такой, да, я заползу внутрь и взорву его. И теперь это фишка твоего персонажа. Не только его персонажа, но и его семьи, родословной. Слушай, приятель, я высший эльф. Ничего с этим не могу поделать. Ничего не могу поделать. Мы ребята с причудами. Мы ребята с причудами. Нравится нам взорвать всякое изнутри. И какую черту ты получаешь благодаря этому? Ну, мы с Фибом бегаем вокруг, создавая хаос. Тренируемся вместе, и он учит меня атаковать еще более жестоко. Вот это завтрак. Что у нас сегодня? Тренировочка? Кто первый? Давай, покажи, что у тебя есть. Ой, это хорошо. Готов? Хорошо, давай, давай. У тебя один удар на халяву. Будет медленно. Ай-яй-яй. У тебя есть какие-нибудь навыки или еще чего? Чему мог бы меня научить? С этими тряпками у меня вообще ничего не получается. Хочешь пойти в школу Фиба, а? Да, приятель. О, не-не-не, у них в животе есть полость, и если ты туда попадаешь... Да-да-да-да. Он может научить меня быть очень быстрым. Так что я себя проебусь атакой, атакую. Но я иди нахер и просто снова атакую. Если есть черта, предназначенная для Бена с его единичками, то это она. Так что если я выкину один, я такой нахер. И вместо этого выкину два. Или еще один. Или еще один, кто знает. Суммарно два. Хорошо, значит, ты берешь дикого атакующего, а затем повышаешь количество хитов. Это D8, вот этот плюс модификатор телосложения. Давай, кубик. У меня теперь тоже новые кубики. Новые кубики, которые не прокляты. Я, блядь, надеюсь. Не кубики прокляты. Пять. Это нормально. Хорошо, еще пять хитов. Еще пять хитов, так что теперь у меня 26. Я все еще очень хрупкий. Хе-хе, да. Ты свой модификатор телосложения уменьшил. Ты слабее, чем... Да, он слабее меня. Сильно слабее. У меня сейчас 30. Это потому что у Бородуна телосложение плюс два. Он получает плюс два каждый раз, когда повышает свой уровень. Как я стал вторым по силе? У меня... У меня 35. Впрочем, в меня попасть сложнее, чем в Бородуна. О, да, если вы попытаетесь ударить меня, у меня только десятый класс брони. У меня все попадает. Вероятность того, что его ударят, составляет 50. Сейчас я стараюсь быть как можно дальше от сражений и просто быть как... Пиу-пиу-пиу, пиу-пиу-пиу-пиу. Настоящими заклинаниями или будешь просто делать пиу-пиу-пиу-пиу? Нет, я просто буду стоять в сторонке, делая пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Бородун, может, поможешь? Будет издавать звуки, звуковые эффекты. Хорошо. В конце вашей бабочковой недели, заслуженной недели веселья, вы возвращаетесь в гильдию, возле которой вы спали. Отлично. Мы вселяем в этих ребят большие надежды. Да, они просто приходят и такие... Что это за рандомные ребята? Ты весь в крови, я вернулся с несколькими бабочками такой. Хорошо. Больше отличаться у нас не выйдет. Ребята, я поймал несколько бабочек. Да, мы с Фибом только что взорвали четырёх волков. Каждый вечер я стараюсь, и я устраиваю для этих ребят импровизированное выступление, как бабочка. Я такой... Ну да, ты же учишься. Вот так. Вот так. А мы сидим вокруг и такие, знаете что, он довольно хорош. Он действительно становится лучше. Знаешь, в понедельник мне это не очень нравилось, но знаешь, он становится намного лучше. Он действительно похож на бабочку. Грэг, ты очень хорошо справляешься. Спасибо. Спасибо, ребят. Хорошо время провёл. Итак, вы возвращаетесь в гильдию, и если вы заметили, там в гильдии был маленький люк, и он пускает вас вниз. Он говорит, так, у меня есть для вас работа. Он поясняет, что ему нужно телепортировать вас в нужное место. Это в Рейфе. Ему нужно, чтобы вы добрались туда довольно быстро. Он объясняет, что работа, по сути, воровская, со взломом и проникновением. Он сказал, что у него там есть контакт, который расскажет вам больше, когда вы доберётесь. Не собираюсь рассказывать вам слишком много. Итак, он отвёл вас вниз и показал вам круг телепортации, который находится там. Вот наш способ расплатиться за... Это способ расплатиться за заказ на ваши головы. Его волнуют только деньги. Ему дали определённую сумму денег, чтобы он убил вас, ребята. И он сказал, что если вы заплатите мне больше или сделаете для меня работу... Но мы оставили тебе тот мешок золота. Он исчез через минуту, потому что малые иллюзии исчезают. Эй, это не наша проблема. Это ты его потерял. Если ты потерял мешок с золотом, это не наша вина. Камышек, который издаёт звук, всё ещё делает дзинь-дзинь. Он теперь навсегда такой? Да, это вещичка, которую артефакторы могут делать. Дзинь-дзинь. Дзинь-дзинь. Я... я две тысячи золотых. Тут две тысячи золотых. Мы, наверное, сводим их с ума. Да, наверное. После этого плакаты о розыске. Мы не будем в розыске? После этого вас будут разыскивать, по сути, полиция. Стражи Гердауна. Нас разыскивают стражи Гердауна. Значит, просто эти парни не будут пытаться нас убить? Эти парни больше не будут пытаться вас убить. Выходит, кто-то дорвался до верхушки власти? До официального закона и... Да, возможно, летил. Летил, да. Может быть, тот, кто стоит в очереди на то, чтобы стать верховным чародеем. Он меня бесит. Что не дождусь, когда залезу в него? Да. О, боже. Ты уже должен был попробовать? Следующий раз, как только его увижу. Следующий раз, как только увидишь, у него такой пупочек, в который можно залезть. Когда мы достигнем какого-то там уровня и сразимся с леэтилом, где-то 15 или 20 уровня, если под конец кампании ты взорвёшь леэтилу, боже, как я буду доволен. Это будет роп, играющий леэтилу, будет такой... Мы выделим часть бюджета на визуальные эффекты, чтобы это сделать. Можно я так сделаю? Конечно, можно. О, нет, не могу. О, боже. Визуальные эффекты. У нас есть бюджет. Итак. Так-так-так, и где моя другая? А, вот она. У меня есть ещё одна твоя моделька. Это Фиб, вот так. Это твой брат. О, отлично. Всё в порядке, Фиб, ты выглядишь довольно бледно, приятель. Да, просто взорвал что-то с белой кровью. Итак, вас ведут в подвал вместе с Фибом и ещё кем-то. Просто какой-то рандом. Просто давайте назвать его чувак. Ты кто такой? Меня тут чуваком зовут. О, боже. Я хочу узнать больше. Не сейчас, не сейчас. Но я хочу узнать больше о чуваке в дальнейшем. Я собираюсь изучить этого персонажа позже. Это он чувак? Да. Чувак подходит к панели с различными тайными рунами. Они вращаются и всё такое. Просто расскажи о себе немного, чувак. Хочу узнать побольше. Ты хочешь узнать обо мне? Ой, это очень мило с вашей стороны. Меня зовут Чувак. Это сокращенно от чувака Али. Мне это имя не нравится. Между моими родителями и мной возникли разногласия, потому что они дали мне имя, которое мне не нравилось. И я вроде как оспаривал своё. Но тогда мы не смогли решить этот вопрос до того, как они погибли в огне. Это было очень серьёзно. Я очень расстроился. Тогда это как бы подтолкнуло меня к преступной жизни. Я вышел на улицу. Мне больше нечего было делать. Мне приходилось воровать, чтобы выжить. Понимаю. Тяжёлая жизнь. Потом меня часто разыскивали в Алдеркипе. Начались проблемы с законом. Я чувствую, что это начало прекрасной дружбы. Дошло до того, что было три предупреждения. В следующий раз меня бы вздёрнули. Я подумал, что мне нужно уехать из Алдеркипа, начать всё заново в другом месте. И потому я отправился в Медолесе. Едва справился. По дороге на меня напался вовет. Дау, ты в подробности уходишь? Да, чувак, извини. Вы попросили меня рассказать предысторию, так что... Могу я остановить тебя прямо здесь? Займёшься работой, чувак? А, я понял. Я просто чувствовал, что нахожу с вами общий язык, знаете. Я не очень-то лажу с местными. Фип не даёт мне покоя. И я... Я просто подумал, что вы, ребята, вроде ничего такие. Год был тяжёлый, вот и всё. Я думаю, мы все можем ислечь из этого урок. Вы думаете, что в Гильдиваров полно жуликов, бродяг и плохих людей? Но у каждого из них своя история, не так ли? У всех есть причина быть таким. Все они немного, чуваки. Он... Он начинает вращать некоторые из этих тайных руны, кладёт... Достает что-то типа драгоценного камушка и кладёт его в отверстие. Подождите, что мы делаем? Куда мы идём? Что мы делаем? Просто идём, заткнись! Мы идём в Рэйв? Чёрт возьми, я никогда не знаю, что происходит. Мы едем в Рэйв? В... Что? Мы пока не знаем. Пока ты пытаешься понять, что вы делаете... Вон в портале, запускай! По приезду вы встретитесь с человеком, который объяснит вам, касательно вашей работы... Боджер, ты просто пиздец какой худший! Как он про дерево вообще вспомнил? Руны загораются, сам удивлён. Руны светятся вокруг вас, и тогда вы видите, как вас окружает что-то вроде мерцающего цилиндра. Пока это происходит, Боджер! Я попробую ещё раз, когда вы нахуй заткнётесь. Заткнитесь! Хорошо, хорошо, извини, хорошо. Давай, что происходит? Спасибо, что разрешил. Руны вокруг вас загораются, и затем вокруг вас появляется цилиндр, похожий на трубу, заключая вас в этом круге. Я хочу уйти! Мне это не нравится, я хочу уйти! Выпустите меня! Положите руку на него! Мне не нравится, мне не нравится! Чувак говорит, не волнуйся, не волнуйся, всё в порядке, всё в порядке. Это просто для того, чтобы убедиться, что при телепортации у вас не будет частей тела снаружи. Там есть чем дышать, всё в порядке, хорошо. Спать! Спать! Фиб проносит психos и 평а Color Aha hace Типа всё! Они… они заперты, никуда не денутся? Просто нужно назначить, куда п� … Достает кинжал и он п engzaiet его в чёока. ЧУВААААААААААААК!!! И он опускает чувака на землю. ЧУВАК! Ты был самым всесторонним развитым человеком, которого я как-то не посвечал. Ты был таким проработанным персонажем. Я так много о тебе знал. Фип, как ты мог? Что ты делаешь? Что творит твой брат? Слушай, прости меня за то, что я собираюсь сделать. Да ладно, братан. Слушай, приятель, это не... Так и знал! Слушай, это не личное. Вот и всё, ладно? Это не... Я, блядь, твой брат! Да, я знаю, это не... Мы в портале. Ты ничего не можешь сделать. Ну да, слушайте, это... Это не может быть личным, потому что я даже вас не знаю, например. А ты, клянусь, это не из-за того, что ты взорвал мистера Пушистика. Он был моим любимым котом, но... Да ладно, нам же было восемь. Я только учился взрывать. Ты взорвал его кота? Очевидно, он собирался предать нас. Это было 20 лет назад. Да, но я взорвал твою золотую рыбку. Но ты пошёл по нарастающей. Я взорвал твою золотую рыбку, ты взорвал моего кота. Это неравноценно. Мы могли бы поговорить об этом. Тебе, блядь, не нужно было меня предавать. Я думал, что за прошедшую неделю вы сблизились. Я знаю. Дело не в этом. Дело в деньгах, ага. Лейдил дал мне много денег. Ты не выберешься. Чувак уже сказал, что вы никуда не выберетесь. Попробуй ярость, попробуй ярость. Не, я не собираюсь её тратить. Это не личное. Дело в деньгах, понимаете? Лейдил мне дал дохуя. Кучу денег, ты даже не представляешь. Мне больно, приятель. Погоди, сколько денег? Типа много. У меня есть пять золотых. Давайте, давайте соберём наше золото. Это не сработает. Слушай, ты мой брат. И ты мне нравишься. Ты один из моих любимых братьев. Да, спасибо. Представить не могу, что бы ты сделал, если бы я им не был. Братун, малая иллюзия. Мы ничего не можем сделать. Мы в портале. Я не собираюсь убивать тебя, хорошо? Я просто отправлю тебя из Азерима. Чтобы убедиться, что вы не вернётесь, пока я не потрачу все деньги. Ясно? Это лучшее, что я могу сделать. И куда ты нас отправишь? Я не знаю, я не знаю, как всё это работает. Понятия не имею, что я делаю. Что? Ты можешь просто... Фип, дай мне обещание, что после того, как ты отправишь нас, ты позаботишься о чуваке. Нет, чувак мёртв, приятель. Попробуй вернуть его, хорошо? Слушай, когда Блэйдсонг бьёт кого-то ножом... Я тебя убью, дохуй! Повеселитесь там! Не-не-не-не-не-не-не, подожди, не надо, что ты, что ты делаешь? И он бьёт по камню в центре. И вы чувствуете, как вас засасывает вниз, затягивает в пол. А, нас тянет в пол? Да, прямо в пол. Что-то хотите сказать Фибу напоследок? Пока он меня тянет вниз, я просто показываю это. Он говорит, меня зовут Фиб, ты знаешь, что я лжец. Чувак, нет! Пока меня тянет в пол. Пока нас засасывает, видно три пальца и один палец вверх. Это было слишком идеально. Иди нахуй, приятель! Ах ты, сын! Сын собаки! Ага, и вам того же! Хорошо. Возмутительно. Абсолютно возмутительно. Абсолютно возмутительно. Поверь, не могу, что мой брат. Ну и где мой? Не могу поверить, что ты это сделал. Мы всё ещё в портале, всё ещё в нём. Мы ещё нигде. Просто кричишь бездну. Не могу поверить, что ты это сделал. Кричу в ничто. Я не могу поверить, что ты это сделал. Вы чувствуете, как ваши тела, словно резиновые ленты, воплощаются, когда вы материализуетесь, дезориентированные, практически оглушённые ревущими ветрами и ослеплённые кромешной тьмой вокруг вас. Вам невероятно холодно. Вы мгновенно подойте и погружаетесь в постель из мягкого снега. Неуклюже поднимаетесь на ноги, поскальзываясь и спотыкаясь в толстом сугробе под вами. Вы оглядываетесь, находите своих спутников в нескольких футах друг от друга, покрытых снегом и с растерянными лицами. Вы едва их видите, освещенные северным сиянием, занимающим всё ночное небо. Видны пляшущие бирюзовые и аквамариновые цвета. В других обстоятельствах вы могли бы подумать, насколько это красиво. Но ветер свистит, воздух кусается и ваши мышцы уже дрожат. Сделав ужасный вывод, вы все понимаете, что вас бесцеремонно бросили где-то в мёртвой мерзлоте. На самом севере континента, далеко за пределами королевств Азерима, географически изолированы вечной зимой, бушующими ледяными морями и опасными горными перевалами. Что вы будете делать? Ребят, должен признаться, да, я не люблю снег. Я целенаправленно стараюсь не брать квесты, в которых авантюристы поведут меня в снежные места. Просто, чтобы прояснить ситуацию, у нас нет квестов, просто, что, пиздец? Да, 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 ваш квест выжить. В целом, да, пиздец. Значит, я стою, стою в тишине, несколько минут стою и такой... Пиздец! На счёт три выживаем. Один, два, три, выжить! Чистая один! Я хотел бы отступить из этой среды. Я скажу, тебе придётся забраться внутрь чего-то, и нет, не в этом смысле. Идеально. Этого я и ждал. Тебя возбуждает тот факт, что мы можем умереть? Что происходит? У меня там небольшой урон. Перевёл Феликс, озвучено, как всегда, в странном местечке. Ребята, как я устал озвучивать эту серию. Я сейчас посмотрел на количество записанных аудиодорожек. 536. 536 раз я начинал запись и останавливал её. О, боже. Напоминаю, что это видео вышло благодаря помощи, поддержке наших любимых бустеров. Только благодаря вам, бустеры, выходят озвучки и переводы этих ДНД выпусков. Обращаюсь к ребятам, которые смотрят на Ютубе. Если вы хотите поддержать нас и посмотреть уже следующую серию прямо сейчас, обязательно перейдите по ссылке с закреплённым комментариям. Поддержите нас копеечкой и смотрите уже... Там есть много уже озвученных серий. А я всех люблю, всех целую ещё раз. Благодарю бустеров, благодарю уставшим голосам. Но это стоило того. Серия невероятно интересная. Всё. Люблю, всех целую. До новых встреч.